Одним из ключевых вопросов повестки районного оперативного совещания стало рассмотрение бюджета Щелковского района и бюджета в поселении на 2019 год. Первый заместитель главы администрации Наталья Тамбова сообщила, что Минфин области положительно оценил работу в этом направлении и принял плановые указатели, представленные районом для согласования. По итогу нашего подготовленного бюджета на 2019 год полностью нам подтверждает Минфин сбалансированность бюджета в соответствии с размером резервного фонда, в соответствии с предельным размером дефицита, отсутствие расходных обязательств, таких как отсутствие муниципального долга, ну и положительную тенденцию в росте налоговых и неналоговых поступлений на 2% выше среднего показателя по муниципальным районам Московской области тоже отличную. Так что общая работа проведена достаточно хорошая в поселении в том числе. Заместитель главы администрации Ирина Иванова на совещании сообщила о готовности к предоставлению квартир семьям учителей, врачей и полицейских в доме номер 29 на Парковой улице. В настоящий момент предоставлено три квартиры сотрудникам правоохранения, врач-педиатр, врач-анестезиолог и врач-врач общей площадью 141,9 метров квадратных. Также было принято решение главой о предоставлении дополнительно еще трех квартир сотрудников перинатального центра. На совещании обсуждались и другие вопросы о состоянии дел по организации работы, связанной с началом 1 января деятельности на территории района регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов компании «Хартия», о подготовке на предприятиях, в учреждениях и в организациях муниципалитета к празднованию Нового года и Рождества Христова. Всего на оперативном совещании было рассмотрено 14 вопросов. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok